В Казахстане продолжают дорожать яйца. В Карагандинской и Западноказахстанской областях цена на них выросла почти на 8%. За прошедшую неделю рост цен на продукты первой необходимости составил 0,2%. Такие данные озвучили на совещании с участием премьер-министра Оскара Мамина. Руководители центральных госорганов и Акимы регионов еженедельно встречаются, чтобы выработать механизмы регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Чтобы не допустить дальнейшего подорожания продуктов, в стране закупили больше 300 тысяч тонн продуктов питания. Купить продукты по ценам ниже рыночных могут жители столицы. На традиционную сельскохозяйственную ярмарку продукцию привезли производители северных регионов Казахстана. Только из СКО доставили больше 1000 тонн товаров. Из них 600 тонн плода овощная. Килограмм картофеля можно приобрести за 120 тенге, морковь по 170, на 10 тенге дороже капуста. Цена на лук варьируется от 100 до 130 тенге. Оптом кило репчатого отдают за 90. Желающих закупиться немало. Большие очереди можно заметить у прилавков с мясом. Килограмм говядины стоит 2000, на 500 тенге дороже конина. Хорошим спросом также пользуются мясо птицы, молочные изделия, мука, яйца, рыба и мед. Качество весь, да, выбор большой. Продукция дешевая вся. Что взяли? Морковки по акциям. В ярмарку я прихожу постоянно, смотрю чаще, когда юг, овощи, фрукты беру. Раз северный Казахстан, я сама с северного Казахстана приехала сюда. Я думаю, мясо, картофель, мука, наши лучшие качества. Цены разные. Цены я не так сильно смотрю. Качество смотрю я. И о событиях в мире. Ураган сорвал зубец с московской кремлевской стены. Мощные потоки воздуха подхватили строительные леса, установленные на Красной площади, а те, в свою очередь, повлекли за собой часть кирпичной конструкции. Никто из прохожих не пострадал. Ветром также снесло остановки, повалило деревья. Чуть позже на мегаполис обрушились ливень с градом. Сейчас в городе спокойно. Актер Алик Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке. Напомню, актер случайно застрелил оператора. Вот что он написал в своем твиттере. Не хватает слов передать мой шок и печаль по поводу трагедии, унесшей жизнь Галины Хачинс, жены, матери и наши глубоко уважаемые коллеги. Я сотрудничаю с полицией, чтобы выяснить, как произошел этот инцидент. Звезда Голливуда также добавил, что поддерживает связь с мужем погибшей и готов оказывать поддержку их семье. Пока в отношении Алика Болдуина не выдвинули обвинение. Все случилось в четверг на съемках фильма «Ржавчина». Оказалось, что оружие, из которого произвели выстрел, было заряжено не холостым патроном, а боевым. В результате актер смертельно ранил оператора Галину Хачинс и задел режиссера картины Джоэла Соусу. Доступ к съемочной площадке закрыт. Это шокирует. Когда я впервые узнала вчера, мой ответ был примерно таким. Ну нет, это невозможно. Это безумие. Я 13 лет проработала в киноиндустрии, была на многих проектах, где использовалось оружие. Там же всегда строгие меры безопасности. Как такое вообще могло произойти? Гибель людей после обрушения жилого дома в Батуми привлекла внимание к проблеме аварийного жилья в Грузии. В первую неделю после трагедии только в Тбилиси в мэрию поступило более 200 звонков с жалобами на аварийное состояние строения. Что предприняли власти, знает Юлия Тужилкина. Глубокие трещины, как старческие морщины, бороздят этот дом. Мелодии его давно уже в миноре. Но так было не всегда. В 19 веке, в общей сложности полтора года, здесь прожил великий композитор Петр Чайковский, останавливаясь здесь каждый раз, когда приезжал к своему брату в Тифлис. Кажется, с того времени дом так ни разу и не ремонтировали. А здесь и сейчас живут люди. Этот дом однозначно проигрывает схватку со временем. Являясь одним из культурных памятников, он включен в туристические маршруты по старой части города. Местные жильцы давно уже отчаялись ждать помощи от мэрии. Одна сторона дома уже разрушается, другая еще держится. Аварийная ситуация, как вы видите. Я живу здесь с 1977 года. И с этого времени только обещают, но ничего не делают. Мы не хотим, чтобы дом снесли. Мы живем в центре города, в исторической части. И хотим здесь остаться. В столице Грузии в аварийном состоянии находится около 70% домов. И как ни печально, историческая часть Тбилиси, который так восхищался Чайковский два столетия назад, сейчас выглядит далеко не так привлекательно. Туристы тоже стали это замечать. Мы туристы, приехали из Киева. Ну, так вот прошлись, конечно, центр красиво. Но то, что от центра чуть-чуть, то, конечно, это страшно, можно так сказать. Во всех крупных городах страны, включая Тбилиси и Батуми, существуют три основные категории проблемных домов. Первое – это 200-летние исторические здания, в которых после прихода советской власти прошли серьезные внутренние перестройки с нарушениями. Кроме того, эти дома построены без учета уровня сейсмической активности. Вторая категория – так называемые сталинские дома. Их возраст около 70 лет, пока они в неплохом состоянии. И третья, самая тревожная категория – хрущевки и дома, построенные до 90-х годов прошлого века. Эти конструкции более всего чувствительны к перестройкам. В конце 90-х в Батуми, Кутаиси, Тбилиси одобрили летние перестройки. Но тогда строительный сектор был полностью разрушен. Не было поставок железных каркасов. И в большинстве случаев ремонт делали из старых материалов, да еще и неквалифицированные специалисты. Таких домов в этих городах несколько тысяч. К тому же добавляется проблема многоэтажек 70-х годов с лифтами, эксплуатация которых рассчитана всего лишь на 30 лет. То есть срок времени истек в конце 90-х годов. Председатель ассоциации застройщиков уверен, что следует решать проблемы комплексно. Вводить паспортизацию зданий с указанием сроков капитального ремонта, эксплуатации замены лифтов и инженерных сетей. А также классифицировать каждое здание и определить фронт работы и принципиально решать, укреплять или сносить. Задача нелегкая. Реконструкция в целом займет не одно десятилетие, но тревожит другое, пока на правительственном уровне этого не запланировано. В Германии экоактивисты провели масштабную акцию в защиту климата. Только в Берлине собралось более 20 тысяч человек. Это в два раза больше, чем ожидали организаторы. Школьников и студентов поддержали жители города, которые также выступают за изменения в климатической политике ФРГ. С плакатами и транспарантами участники прошли от Бранденбургских ворот до правительственного квартала. Таким образом, экоактивисты хотят привлечь внимание политикам. В эти дни в немецкой столице проходят переговоры по формированию нового правительства. По мнению демонстрантов, власти должны сделать приоритетную тему климата и перейти к конкретным действиям. А именно с 2025 года перестать выпускать авто с двигателями внутреннего сгорания, а еще через пять лет полностью отказаться от использования угля. Мы вышли на протест, потому что нам не все равно, что ежедневно вырубаются километры лесов. А на своем плакате я изобразила самолет, который летит над океаном, который загрязнен нашим пластиком. Также я думаю, что мы должны реже пользоваться авиатранспортом и больше передвигаться на велосипедах. Мы добились того, что сделали климат главной темой на парламентских выборах. Все партии пообещали, что будут следовать стратегии. И теперь мы требуем, чтобы это не просто осталось на бумаге, а конкретных действий. На эту акцию приехали активисты из 50 городов Германии. Также мы планируем продолжить свои еженедельные акции. Эффективность вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech для детей от 5 до 11 лет превышает 90%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В клинических испытаниях приняли участие свыше 2000 детей. При этом те из них, кто получил две дозы вакцины Pfizer и BioNTech, были почти на 91% лучше защищены от симптоматического инфицирования коронавирусом, чем те, кому был введен препарат пустышка. Уже на следующей неделе эксперты обсудят возможность экстренного допуска вакцины для детей. И вновь о событиях в нашей стране. Своевременно лечить и избавлять людей от аутоиммунных заболеваний. Такую задачу поставили ревматологи страны. Сегодня в Алматы проходит научно-практическая конференция, где ведущие ученые мира и Казахстана обсуждают современные методы диагностики и реабилитации ревматизма. А еще отечественные специалисты планируют создать специальный научный центр. Подробнее расскажет Шапогат Прозабекова. Ревматические болезни распространены во всех возрастных группах населения. Проявляются они в виде дефектов в суставах. По словам специалистов, от этого заболевания больше всего страдают женщины. Симптомами являются повышенная температура, слабость, головокружение и выпадение волос. Сегодня ревматологи отмечают важность мировой практики. По их словам, чтобы своевременно выявить и вылечить болезнь, необходимо внедрять в работу передовые технологии. Сейчас есть новые технологии, допустим, ген-инженерные биологические препараты. Тяжелые формы ковида применяется данный препарат. У нас в основном больные люди, которые перенесли ковидную инфекцию, они сейчас есть такая тенденция, которая переходит в аутоиммунные ревматические заболевания. И вот здесь у нас ведущие ученые мира обсуждают вопросы именно об актуальности данной проблемы. Сейчас в Казахстане функционируют лишь городские и областные центры. Каламжан Тугизбаев намерен создать первый научный центр республиканского уровня. И специалистов, по его словам, в стране достаточно. Президент Азиатско-Тихоокеанского лиги ревматолога, президент, он из Индии, Дибашиш Данда. И он создал научный центр у себя в Вероне. И они внедрили все технологии и сейчас на высоком уровне, мировом уровне работают. И как опыт мы сейчас взяли как пример его, чтобы в ближайшее время, в ближайшее будущее в Казахстане создать данный такой же центр, как у них, и уже работать на мировом уровне. По словам врача, такой научный центр позволит оказывать пациентам не только высокоспециализированную помощь, но и обучать новую прияду профессионалов. Шапогат Морзабекова, Кинджи Амраев, Алматы, Хабар-24. 500 тысяч тонн риса собрали Хазлардинские аграрии. В этом году культурой было засеяно около 84 тысяч гектаров. В среднем с каждого фермеры собрали по 60 центнеров белого зерна. Аграрии отмечают, из-за маловодья и засухи в текущем сезоне развернулась настоящая битва за урожай. Чтобы обеспечить посевы поливной водой, повсеместо очистили магистральные каналы, установили насосы большой мощности для повторного применения сброшенных вод, в хозяйствах внедрили метод капельного орошения. Благодаря предпринятым мерам урожай удалось собрать без потерь. Отмечу, цена на рис регулируется государством и на сегодняшний день средняя стоимость составляет 222 тенге за килограмм. Рисовая крупа экспортируется в страны СНГ, а также в Монголию и Ирак. Посевы основной культуры риса в текущем году были уменьшены на 6 тысяч гектаров. При этом вместо него заменяющим мы увеличили на 9 тысяч гектаров посевные кормовых культур и овощ бахчевых культур. На сегодняшний день уборочные работы полные. Наряду с этим будут внедряться технологии капельного орошения, дождевального орошения и будем увеличивать площадя менее влаголюбивых культур. Заниматься интенсивным садоводством выгодно. Расходов меньше, но зато в разы выше урожайность. В этом убедились фермеры Телькубасского района Туркестанской области, которые выращивают интенсивные сады на 3 тысяч гектаров. Но это далеко не предел. Площадь хозяйства планируется ежегодно увеличивать. Поспособствует этому государственная поддержка. Например, половину затрат на покупку элитных саженцев садоводы смогут покрыть за счет госсубсидий. Площадь моего сада 20 гектаров. Пока мы собрали 3 тысячи тонн яблок. Но это не все. Уборочная кампания продлится еще 10-15 дней. Основная часть яблок отправится на местные прилавки. Часть планируем экспортировать за рубеж. В оранжереи Петропавловска впервые за 33 года заплодоносил банан. Саженец на север Казахстана из Вьетнама привез основатель ботанического сада Равиль Хасанов. Сейчас плоды в активной стадии роста, а поспеют только в январе. Сотрудники также готовятся собирать урожай мандаринов и лимонов. На стражу морских рубежей прямо со школьной парты. В пограничной службе Мангостауской области на корабле появился новый член команды, которому всего лишь 8 лет. Несмотря на свой возраст, мальчик уже успел стать отличником пограничной службы. Чем именно маленький мореплаватель помогает матросам, узнавал Тимур Казагулов. Сигнальчику произвести осмотр. Произвел осмотр, цели не наблюдаю. Восьмилетний Улан Тулиухан в море чувствует себя как рыба в воде. С недавних пор школьник новый неофициальный член команды пограничного корабля «Сардар». Пока его ровесники играют в компьютерные игры, Улан познает азы мореходства. Отдать швартовы, травить талии и поднять якоря. Эти и другие команды начинающий «Юнга» знают наизусть. Мне очень нравятся моряки, море и корабли. Я уже хожу с моряками на корабли уже три раза. У меня есть друзья, которые тоже хотят стать моряками. Им нравится моя форма. И спрашивают, что там в море происходит. По-доброму завидуют друзья и новенькой медали Улана. Он стал отличником пограничной службы. Награду он получил за активное участие в жизни местного военно-патриотического клуба. Собственно, этим и заработал себе право быть на судне. За браконьерами в море вместе с командой Улан, конечно, не гонится. Начинает с малого. Поднимает флаг, изучает карты, ведет наблюдения и отмечает время. Мало кто знает, что для тех, кто впервые вышел в море, у моряков есть необычный и интересный ритуал. Для того, чтобы море приняло тебя, для начала ты должен принять его в себя. Проще говоря, испить морской воды. Улан такой обряд уже прошел. И теперь с его легкой руки оморячивание пройду и я. Для матросов и командира корабля Улан стал и помощником, и другом, и неким талисманом. Родители увлечения сына поощряют и всячески поддерживают его. Очень горжусь своим сыном. Его на данный момент увлечением к воинской службе, то, что он проявляет, интерес, познает азы, первые азы, можно сказать. Вокруг него, которые дети тоже на него смотрят, хотят тоже стать, одеть форму, стать в строй, с ним ходить. Духовно-патриотическое воспитание для нас очень важная работа. Отрадно, что подрастающее поколение, на примере Улана, растет патриотами своей родины. Как малый, так и большой. С юных лет познают искусство военного дела. Так сказать, растет смена будущих пограничников, офицеров. В будущем Улан хочет связать свою жизнь именно с пограничной службой. Они ведь не только охраняют морские рубежи нашей страны, но и ловят браконьеров, отмечает юный мореплаватель. А значит, спасают и обитателей Каспия. Тимур Казагулов, Саламат Бекбаев, Хабар 24, Актау. Конкурс войлоковаляния прошел в Туркестанской области. Это древнейшее текстильное искусство, доставшееся казахскому народу от предков. Местные умельцы намерены его возродить. О том, как получают войлок, расскажет Рауль Габитов. Войлок не только полезен в быту, но и экологически чистый материал. При этом технология его изготовления не так сложна. Обработанную овечью шерсть отмачивают в мыльной воде, заворачивают в пленку и раскатывают. В старину такими коврами увешивали стены и застилали полы юрты, чтобы сохранить тепло. Ковры с традиционными орнаментами, в каждом из которых таится особый смысл. Один из самых распространенных орнаментов – бараньи рога, который символизирует жизненную силу, благодать, достаток и благополучие. Также орнамент создавали, чтобы в доме было больше детей, защитников родины, ведь кочевники часто воевали. Тонкости мастерства войлоковаляния передаются из поколения в поколение. Сегодня основные носители искусства – бабушки. Среди них и прошел конкурс. Участие в нем приняли 40 мастерит со всего региона. Мы хотим возродить интерес к войлоковалянию, чтобы как можно больше людей занимались этим, особенно молодежь. Ведь войлок практичен и универсален. Из него можно делать абсолютно все – от ковров до одежды. Пока конкурс провели только в Сауранском районе. В будущем аналогичные состязания мастеров планируется организовать и в других частях области. Своего рода эстафета творчества. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Самат Нагашпекула, Хабар-24, Туркестанская область. Парад гигантских марионеток прошел в Шемкенте. По Арбату в окружении людей шагали известные исторические личности. Трехметровые куклы создавались в городском театре. На праздник привезли лучших артистов. Местные мастерицы также представили свои работы. В гостях у кукол побывала наш корреспондент Катерина Попкова. Огромные куклы – главные герои уличного парада. С троем идут известные личности. Здесь, например, можно поздороваться с Шуканом Валихановым. Парадом же командует Аль-Фараби. Следом за ним идет Жамбул Жабаев. Тут же популярные персонажи кукольного театра. Чтобы управлять такой трехметровой куклой, необходимо три специалиста. Тогда она начинает оживать. Куклы винтажные, исторические и даже политические. Десятки пластиковых глаз смотрят на прохожих со всех сторон. Мне понравились куклы маленькие и русалочки. Они очень красивые и интересные. Я думаю, кто это делал, ему надо сказать спасибо. Жительница Шинкента Наталья Горянова сама создает кукол. Игрушечная семья постоянно увеличивается. У ее подопечных продумано все до мелочей. От ресниц до обуви. Особое внимание деталям. Ну и начинаешь вязать, наверное, по настроению выбираешь, кого будешь вязать. А вообще хочется все перевязать. Здесь же каждая петелька, это не просто с тканью сделал. А здесь посчитать надо все петельки, все, и создать ее образ, придумать в голове. А это автор марионеток и театральных звезд Андрей Трояновский. К ним он относится как к коллегам и живым существам. И только с близкого расстояния можно рассмотреть все кукольные секреты. Здесь тоненькие веревки, лески, которые в опытных руках никогда не порвутся. Я буду держать, ты вот это делал. Давай, давай. И раз. Давай, давай. Ты просто дергай. Возраст некоторых кукол почти 40 лет, но они продолжают выходить на сцену театра и радовать зрителя. Ведь создать абсолютно одинаковую копию никогда не получится, говорит мастер. В каждой кукле своя история и любовь создателя. Представьте себе с 1983 года. Ни одна кукла еще не списанная. Там такое количество кукол. В год по шесть спектаклей кукольных ставим. Вот и представьте, да, новых. Вот представьте, это за такой вот уже 38 лет. За дня в год, да. Многие куклы, которые сделали мастерицы, после праздника разошлись по частным коллекциям. А театральные актеры вернулись на привычную работу. Надо вновь удивлять зрителя и готовиться к новым спектаклям. К слову, кукольный парад теперь в мегаполисе станет традиционным. Катерина Попкова, Азамат Саметов, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар 24. В Стамбуле проходит видеофорум Тюркского совета. Делегаты обсудили индустрию телевизионных фильмов и другие темы. О чем говорят сегодня, расскажет Вероника Боярова. Как создать единое информационное пространство в тюркском мире, решают участники форума. По их мнению, в современном мире очень важны продвижения и развития общей культуры и цивилизации. Полезным может стать и укрепление сотрудничества в медиасфере и производстве фильмов. Развивается сотрудничество тюркоязычных государств, особенно в сфере политики, экономики, культуры и спорта. Поддержку всего этого нужно еще создать единое информационное пространство. Сейчас эти вопросы обсуждаются. Сегодня наша задача как Тюркского совета укрепить общие каналы производства и распространения информации, чтобы бороться против цифрового фашизма, киберимпериализма и глобальной дезинформации. Мы должны формировать здоровое общественное сознание в области коммуникации. Форум объединил почти 400 делегатов из тюркоязычных стран. Среди них журналисты, ученые, медиа-менеджеры и блогеры. Современные методы приготовления вкусного контента на ТВ-кухне представили на выставке ведущие телеканалы страны ТРТ World и ТРТ АВАЗ. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр информации и общественного развития Кимильбек Ойшибаев. Одна из главных целей этого форума – обсуждение общих корней тюркоязычных народов. Благодаря сериалам мы хотим показать зрителям наше общее прошлое, богатую историю в новом виде, такую, какую ее еще не видели. На медиафоруме обсудили вопросы производства новых сериалов и обмен опытом. Делегаты поделились своим видением прошлого и будущего тюркского мира. Сегодня, во второй день, решают, как воспитать творческую молодежь. Вероника Боярова, Хабар, 24. И к этому часу у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова